Сегодня депутаты законодательного собрания собрались на заседание социального комитета, где рассмотрели изменения в региональные законы. В первую очередь речь шла о законопроектах о детях войны и о звании ветеран труда Ульяновской области. Категорию претендентов на получение указанного статуса предложено расширить с 1928 по 1931 годы рождения. В случае положительного решения статус «Дети войны» даст пенсионерам соответствующие льготы. Например, неочередной прием врача или дополнительные выплаты ко Дню Победы. По мнению депутатов, на изменения повлияло большое количество обращений граждан. Депутаты от КПРФ высказались против закона, объясняя свою позицию тем, что денег, выделяемых для данных категорий граждан, недостаточно. Их коллеги мнение не разделили, ответив, что в первую очередь необходимо принять закон в первом чтении, чтобы потом внести в него нужные коррективы. «Понимаете, размах на рубль, а удар на копейку. Вот и все. Нужны более материальный, так скажем, материальный толк от этого. А пока только словец». «Виталий Иванович, вам четко и ясно сказали, пожалуйста, в дальнейшем можно совершенствовать. Я считаю, что надо принимать вот этот законопроект, который уже готов, прошел все согласование, а затем никто же не против увеличения этой суммы. Просто реально надо смотреть на вещи, не видать его». «Никто не против, давайте внести сейчас предложение». «Любое, да, обоснованное предложение об увеличении выплат каких-то тоже готов поддержать и проголосовать». «Я считаю, что законопроект надо поддержать, и я думаю, что никто не против. Я бы здесь еще добавил еще один пункт. Так же, как и по бесплатному проезду, так же можно обратиться к муниципальным образованием, чтобы они со своей стороны, например, могли тоже доплатить для Вячеславовна. Никто не мешает Димитрово-Братской городской думе, например, взять и по пять тысяч хоть в месяц выплачивать. Пусть покажут. И я тогда посмотрю, где найдут эти деньги. Очень легко, понимаете, рассуждать, когда, скажем тогда, ты лично в участии и ответственности не несешь». Окончательное решение будет принято 28 августа на итоговом заседании парламента.